Уже над этим даже стебаться как-то неудобно, я не знаю, Кадыров, я просто не понимаю, что ты за существо такое, вот как ты сам на это смотришь, ты же наверняка это пересматриваешь, вот ты в этих лентах, на этой Тесле, ты говоришь, что тебе ее Илон Маск подарил. Как только вот эта курская тема началась, вот эти те люди, которым ты, Лаудинов, так сильно пытался угодить, они начали винить за это тебя, они начали смеяться над тобой, обвинять тебя, называть вас трусами, предателями, это то, чего вы заслужили, вы думали, предав собственный народ. Главная тема, это, конечно, курская вот это наступление, но там настолько много инфоповодов, что ты сначала вроде бы в начале недели у тебя, допустим, ты берешь какие-то темы, ты думаешь, окей, вот это мы комментируем, там что-то у тебя хочется на эту тему сказать, но к концу недели там уже столько всего происходит и столько всего кринжового, что тебе уже, либо тебе нужно гораздо больше времени, чтобы все это показать, каждую эту ситуацию прокомментировать, что в итоге ты думаешь, ладно, окей, надо просто как-то в общих чертах по этой теме пройтись. Я не знаю, как комментировать вот это видео Кадырова на Тесле, но это даже уже не смешно, это уже над этим даже стебаться как-то неудобно. Я не знаю, Кадыров, я просто, я не понимаю, что ты за существо такое, вот как ты сам на это смотришь? Ты же наверняка это пересматриваешь, вот ты в этих лентах, на этой Тесле, ты говоришь, что тебе ее Илон Маск подарил, ты говоришь, что ты ее отправишь в зону СВО, куда в зону СВО ты ее отправишь? И зачем ты напялил на себя эти ленты? Для чего вот этот весь этот цирк? Вот здесь, в твоей стране, нет, посмотрите, давайте вот с вами хронологию, просто это ведь все надо в контексте это все понимать. Вот начинается СВО, так называемое, это два с половиной года назад. Ну, Кадыров просто, каждый его выход тогда в эфир, каждое, значит, высказывание о пост, это переполненное высокомерием обращение, какие-то угрозы, чаще похожие на какие-то, я не знаю, тосты во время застолья. Он называет какие-то сроки там за три дня, он говорит, что Украина это вообще не уровень, значит, страны, это чисто мне это, доверьте, я там возьму. Вот сейчас мы Киев, мы за три дня Киев, за три часа Киев, дайте просто приказ, мы возьмем Киев. Потом, ну, приходится там отступить. В общем, все вот это происходит. А до этого Кадыров нам рассказывает, что настолько мощное ПВО у России, нажатием одной кнопки 5000 самолетов за раз они собьют. В общем, вот все это происходит, и потом начинается наступление Украины в Курской области. Отжимают часть российской уже территории, международно признанной российской территорией, там закрепляются высоушники. Бойцы этих подразделений, Кадыровских, Ахмат, попадают в плен. Сначала это отрицается, потом их показывают, они называют уже свои имена, там, части, свои подразделения, уже все, они идентифицированы, все, уже и Алаудинову приходится это признавать. И вот во всей этой ситуации, когда ты вроде бы настолько облажался, сел в лужу, ты не взял ни Киев, ты все то, что ты на протяжении двух с половиной лет обещал, какие-то высказывания свои делал, и после этого, получив вот эту ситуацию в Курской области, ты вместо того, чтобы, я не знаю, куда-то там пропасть, хотя бы попытаться что-то где-то, какой-то успех достичь, чтобы на фоне этого успеха где-то там, я не знаю, высказаться, появиться, вместо этого ты становишься на Теслу в Сайбертрак, напяливаешь на себя ленты пулеметные, ставишь пулемет и говоришь, что все там, мол, тебе подарил Илон Маск машину, и ты отправляешь ее за мной. Вот как мне это прокомментировать, что на эту тему сказать? Просто, когда это все начиналось, мы ведь с вами были свидетелями того, как он отправлял своих детей, они там постановочные какие-то стрельбища устраивали, затем якобы там с какими-то пленными они оттуда, ну, с украинцами пленными, они оттуда приезжали, мол, вот они взяли в плен, это все показывали по телевидению, мы все это смотрели, комментировали, смеялись над этим, и вот сейчас, сейчас Украина пришла уже в Россию, теперь часть российской территории оккупирована Украиной, часть, значит, ваших бойцов находятся там в плену, ну, вроде вы настолько опозорились, и самое, знаете, что мне, даже мне за вас обидно становятся, кадыровцы, вот, хотя это то, чего вы заслужили, за что вы боролись, на то вы и напоролись. Вот смотрите, это Курское наступление в САУ, за ответственность, за то, что оно получилось, и за все неудачи российской стороны сегодня, кому не лень, все ее возлагают на вас, все говорят про Ахмат, жители этой, значит, суджи, этой Курской области, они сегодня ругают вас, кадыровцев, все говорят, Ахмат убежал, Ахмат то, срочники попали в плен, виноват Ахмат, но может Ахмат убежал, все говорят о вас, сами украинцы берут в плен, в основном все внимание на вас, показывают вас, стебут вас за то, что вы вроде такие, тикток войска, постоянно там рвали на себе одежду, а тут сдаетесь в плен, то есть они стебут вас, всевозможные военкоры, зет-патриоты, все стебут вас, везде над вами смеются, вас упрекают, и это ведь одно дело, когда вас враги упрекают, враги над вами смеются, а другое дело, когда ваши боевые товарищи, которые должны были поддержать, но они тоже сегодня возлагают эту ответственность на вас, и обратите внимание, это ведь происходит, несмотря на все вот эти потуги Лаудинова, он, что только он не сделал, чтобы угодить своему российскому хозяину, вот этому российскому большинству этого населения, россиянам, чтобы им угодить и стать для них своим, он и русским себя назвал, что не свойственно, да, даже для вас, он называл себя в эфире федерального телеканала, он называл себя русским, он говорил, мы русские, больше, а же больше русские, чем там что-то, и русским себя называл, и войско Иисуса, и прочий бред, псевдорелигиозные там граничащие, ну короче, вот это все, это мы с вами слышали, то есть это все делалось только лишь для того, чтобы угодить россиянам, для того, чтобы быть для россиян своим, доску таким, я ваш, он говорил, я русский, и в итоге, как только вот эта курская тема началась, вот эти, те люди, которым ты, Лаудинов, так сильно пытался угодить, они начали винить за это тебя, они начали смеяться над тобой, обвинять тебя, называть вас трусами, предателями, это то, чего вы заслужили, вы думали, предав собственный народ, в свое время, когда этот враг пришел к нам на нашу землю, вместо того, чтобы с ним сразиться, ну или если нет, допустим, там, ну не каждый может сражаться, не у каждого хватает на это духа, там, еще какие-то причины бывают, окей, ну хотя бы просто отойди, хотя бы не переходи на его сторону, нет, вы тогда перешли на его сторону, и вы думали, что для него вы будете своими, что он примет вас как своих, но видите, что вы в итоге получили, он вас не принимает, он готов в первую очередь возложить всю эту ответственность за свои неудачи, за свои провалы, возложить ответственность на вас, и казнить вас, вы первыми, вот ваши головы полетят первыми, как только россиянам нужно будет кого-то объявить ответственными за происходящее, за все вот эти неудачи, вы полетите первыми, когда нужно будет за Бучу, там, за другие военные преступления России, Украине, когда нужно будет ответственных назначить, назначат опять вас в легкую, скажут, нет, это не наши, не наши российские русские мальчики, это вот эти кадыровцы, ахматовцы, это они творили эти преступления, и я смотрел, ты, Лаудинов, там, рассказывал про то, что якобы попавшие в плен, это, вот вы там показали попавших, значит, в плен пятерых, но это бойцы батальона Ахмат Чечня, а вот из спецназа Ахмат, которым командую я, ни одного человека вы не показали, если у вас есть, покажите, говорил ты, и ты знаешь, я, я-то понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю, что ты, что вы, вы там все эти батальоны, вы сами, на самом деле, в этом виноваты, вы их, всем название дали, Ахмат Чечня, Ахмат-1, Ахмат-6, Ахмат-837, Ахмат-Север, Ахмат-Юг, Ахмат-Чечня, Ахмат-Россия, и ты понимаешь, что в этих, в этих сортах дерьма этот мир не разбирается, украинцам тоже до этого дела нет, для них вот кадыровцы и попали в плен, Ахмат, Ахмат, все, а ты начинаешь там, ты пытаешься рассудить, что вот у меня здесь Ахмат, спецназ Ахмат, а вот там это вот Ахмат-Россия, а там вообще Ахмат это в Росгвардию уходит, а это Ахмат-Чечня, да всем плевать, да, ты в этих сортах дерьма разбираешься, это хорошо, к сожалению, я тоже вынужден в этих сортах дерьма разбираюсь, но людям на это плевать, люди не разбираются, поэтому даже не нужно пытаться им вот это объяснить, попавшие в плен, это ваши люди, не важно Ахмат-Чечня, Ахмат-Крепость, Ахмат-1-2, плевать, это Ахмат, и это люди, которые либо добровольно поехали туда воевать, либо которых вы туда отправили насильно, как бы, какова бы история ни была, это ваши люди, и они сейчас в плену, как бы вы не пытались нам это отрицать, не признавать нам или пытаться это как-то уменьшить, они сейчас в плену, и как видишь, какого-то сожаления в отношении вас, то, что вы там попали в плен или погибли, со стороны даже ваших боевых товарищей, со стороны россиян, которым ты так пытался угодить Лаудином, видишь, этого нет, и это то, чего вы заслужили, я очень рад, что хоть и с одной стороны, знаешь, даже обидно как-то за вас, но я понимаю, что это то, чего вы заслужили, я рад, что вы получили именно вот такую любовь, в кавычках, от ваших хозяев. Субтитры создавал DimaTorzok